Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWave, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. В последнее время количество просмотров наших новостей и поступающей обратной связи возросло на порядок. И поэтому для того, чтобы соответствовать одному из основных принципов нашей работы, а именно максимальной прозрачности и открытости, мы решили создать новую рубрику типа ответов на ваши вопросы. Нам эта открытость иногда даже вредит, но тем не менее мы твердо намерены довести это дело до конца. Вот мы взяли, как нам показалось, уже поступившие технически, как нам казалось, вопросы от какого-то Сергея и решили показать их Анатолию Эдуардовичу Юницкому, создателю струнных технологий. Как всегда, он был очень занят. Мы даже решили специально в репортаже оставить съемки того, что происходило перед интервью, для того, чтобы вы лучше прочувствовали ту рабочую атмосферу, которая царит в компании струнные технологии. И попросили Анатолия Эдуардовича прокомментировать все те вопросы, которые Сергей задает одному из критиков нашего проекта. Что из этого получилось, смотрите сами. Получается, схему еще ставил опоры наши. Подвес тоже есть отдельный, потом все. Добавил отторможение силы. Получается, если брать максимальный нашу, то что 3,5 тонны. Продольная получилась, но она идет не из-за того, что у нас продольная сила. Я сделал точно такой же из продольных. Стало 850. Получается, идет чисто из-за распора. У нас натяг такой большой. Получается, 20 кг чисто. Торможение передается. Да не больше, она гибкая достаточно. Вот насчет гибкости тоже. Нет, так она и должна быть гибкой. Если бы она была жесткая, усилий было больше. Но она, вот именно, что она получается, она более жесткая, чем наша структура. Если бы в этом направлении... Нет, если бы она была, имею в виду, автомобильной какой-нибудь опоры или железнодорожной, в мосту. Там вся нагрузка пошла тормозная. Я просто для проверки еще посмотрел, что здесь уходит на много опор и ванкерную опору. А в мостах вся тормозная сила приходится на одну опору, потому что там вот крепление. А здесь шарнир. И все в это крепление. Поэтому каждое опоро испытывает максимальный уровень. Поэтому у нас тут нормально. 20 кг всего. Это вообще мелочь. Да, да, да. Если возможно сделать такую руприку в новостях, где отвечать? То есть абсолютно открыто отвечать. Я знаю об этом заключении. Я могу сказать, кто заключение такие делает. Дебилы и маргиналы. Это не эксперты. Это маргиналы. И поэтому давать ответы маргиналам бессмысленно. Записать ротовременно. Вот в чем дело. Эти так называемые специалисты, надо брать в кавычки, они не знают ничего ни о струнной системе, ни о сопромате, ни о транспорте, ни о унинском, в том числе о моем уровне образования и так далее. Здесь же говорят, что унинский бы очень немножко подучился бы. Он же ни в чем не соображает. Но откуда не знают. Вот возьмите мою монографию. Я вам показываю. Могу сейчас показать. Где страшные интегралы, дифференциалы. Где такая сложнейшая динамика, да? Где учены все характеристики. И натяжение, и струна, и корпус, и сгибная жесткость, и наполнитель. Где транспортное средство, у которого есть корпус, колеса, имеющие массу и так далее. Есть подвеска, есть демпфер. И сделана аналитика, как это все работает. И говорить, что я ничего не соображаю. И можно этого несоображающего инженера спросить, но я не считаю нужным отвечать на такие мнения. Это не экспертное заключение. Эспертное заключение у нас есть. В Министерстве транспорта Российской Федерации, где сказано, да? Что признаны технологии инновационные. Там одни доктора наук. Не маргиналы, а доктора наук. Руководители предприятий, руководители Министерства транспорта, руководители вузов технических, где преподают транспортное направление. Эспертное заключение является у нас экспертный полигон в Озерах. Он показал, что все работает. Ничего не прыгает. Говорит, вот прыгает на допоры. Но чего же я сделал, не прыгал на запоры? Ой, все попадает. Чего же не попадало? Ой, там же натяжные устройства, которые будут действовать в 100 раз дороже, чем сама дорога. Там нет натяжных устройств. Они не нужны. Откуда они взяли, что это должно быть? Это примерно как, ну, можно несколько аналогий привести. Допустим, что ли, ну... Вы позвонили по стройке, что очень срочно нужно платить мастику, чтобы завтра работали. Это их характеристики, это немножко все. Какая проблема у этих уже экспертов или горе-экспертов, как их назвать, да? Они делают экспертизу не того, что мы делаем, не того, что я придумал, а того, что они вообразили в своем воспаленном мозгу, малограмотном. Это как, допустим, предмет тяжелее воздуха, не может летать, да? Потому что тоже горе-эксперты думали, что самолет будет сделан в форме кирпича. Ну, кирпич-то плохо летает. Но он был сделан по-другому. Там вот с учетом аэродинамики есть крылья. И он полетел. Понимаете? Вот разница между настоящей экспертизой и лжер-экспертизой, да? Или есть такой анекдот, когда один гражданин, там иск против РАУР-ЖД, ну, Российской железной дороги, что они обманывают людей. А тебе говорят, а в чем мы обманываем? Ну, как, вы продаете билеты на мягкие вагоны, а мягких вагонов нет. Они все твердые. А он говорит, как вы узнали? Ну, как, говорит, я подошел, головой стукнул, твердый. Подошел к другому, стукнул, твердый. Все вагоны твердые. Это уровень экспертов, вот этих экспертов. И отвечать им, ну, они что-то не слышат, они что-то не поймут. А меня, нормальным людям, ну, уже столько я раз говорил, объяснял. Но это есть и на сайте, это есть и мои монографии, это есть и вот 100 вопросов, 100 ответов. Это есть в испытаниях того, что мы построили в озерах, да, в Московской области. Это есть то, что мы сейчас строим в экотехнопарке. И еще раз доказывать, что мы что-то соображаем, что я даже таблицу умножения знаю, понимаете. И помним ее каждый день. Да, да я не только, я знаю интегралы, дифференциалы, да. И знаю не только физику шестого класса, я ее не знаю, потому что я физику начинал учить в седьмом классе. Я знаю высшую математику, интегралы, дифференциальные исчисления, допустим. Я знаю сопромат, сопротивление материалов. Когда я учился в инстутии, да и сейчас это говорят так, сдал сопромат, можешь жениться. Я знаю на читательную геометрию, где такая же, того же слога. Мы знаем, что вы уже женили. Да, я жениться. И все в этом плане нормально, да. И на читательную геометрию знаю, и теорию упругости, и даже аэродинамику, хотя я ее не изучал. И знаю даже пакет на право изобретательства, хотя я не изучал. И там у меня высшее образование дополнительное, и там есть высшее образование. У меня около 10 высших образований дополнительных. И эргономику знаю, и экономику знаю, и финансы. Потому что как же, без денег это все построить и создать, да. И когда мне, я не знаю, может быть, школьник, или я не знаю, какой-то незавучущийся студент, начинает мне задавать вопросы, я к вопросам отношусь спокойно. Он начинает оскорблять. Называет, говорит глупости и утверждает, что мы эти глупости делаем. Да ты хотя бы разберись в том, что мы делаем. Потом задай грамотный вопрос. Это Сократ еще сказал, что один дурак может задать столько вопросов, что 100 мудрецов за 100 лет не дадут ответа. Поэтому можно не вот этим экспертам отвечать, а можно задать вопросы нормальные, вы от имени тех, кто хочет узнать какие-то детали, подробности, вы задайте от их имени вопросы, и я дам внятный ответ. Вы сами все видели и слышали. Любые взаимоотношения есть. Улица с двусторонним движением. Мы сами открыты. Ни лиц, ни имен, ни дел своих не скрываем. Уважаю своих собеседников. И нам кажется, мы вправе рассчитывать на такое же отношение и с вашей стороны. Итак, двумя условиями для того, чтобы вы смогли услышать наш ответ на свой вопрос. Это, первое, у вас должно быть открыто лицо. У вас не должно быть ни псевдонима, ни маски на лице. Второе, ваш вопрос должен быть интересен не только для вас, а если не для всех, то для большинства наших зрителей, последователей, тех людей, которые поддерживают наш проект. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте компании. Присылайте свои вопросы на почтовый ящик по адресу newssobakairosvedofysystems.com и тогда мы будем с вами жить как по Жванецкому. Что-то типа, мы читаем ваши письма и радуемся многообразию ваших вопросов. Хочется надеяться, что и читатель радуется многообразию наших ответов. Строй Skyway, спасай планету! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова